У нее сломался стаканчик, то есть они уже начали работать на крыше, и он просто сломался. Интересно, откуда взялся весь этот снег высотой с машины, даже выше? О, да, Виним, выше машин. Я предполагаю, что он упал именно с крыши. А как утверждает женщина, которая не представилась, снег вчера впервые с крыши упал при ней. А этот снег откуда взялся? С дороги насыпали, через машину накидали. У нее сломался стаканчик, то есть они уже начали работать на крыше, и он просто сломался. Всем привет! Вчера разместил вот такое видео, называется «Осторожно, Сургутская городская библиотека». Или «Ты туда не ходи, ты сюда ходи». Монтируя это видео, я думал повставлять вставки из фильма «Джентльмены удачи». Но сегодня я понял, что не надо не вставлять никакие вставки, достаточно просто с телефоном пройтись по городу. Этого достаточно. Сейчас вы и сами все поймете. В общем, сегодня в 12.12 получил сообщение от центральной библиотеки. Я им вчера оставил, отправил вот такое сообщение и разместил вот здесь вот у них в новости, разместил. Они эту новость удалили. Также разместил в группе «Югра» в губернаторах МАО. Они тоже удалили эту новость. О «Сургут», где подписчиков более 115 тысяч, они тоже эту новость удалили. Вадим Шувалов, глава города «Сургут», вот здесь тоже разместил. Вот они предложены, они не разместили. Комментарии мои, по-моему, где-то оставлял. Почистили. В общем, везде все удалено. Но зато ответили. Сегодня в 12.12 на ваше обращение по сходу снега с кровли. Вчерашние даты 5 февраля сообщают следующее. Сотрудник, которым вы общались в библиотеке, незамедлительно рассказал о происшествии. Кому? Не сообщается. Так, незамедлительно были приняты меры. Подход к главному входу огорожен. Ну, не знаю, мы там еще были где-то минут 20 или даже 30. Заходили в библиотеку, смотрели Конституцию. Потом еще в гардеробе общались. И при нас никто ничего не сделал. Подход к главному входу был огорожен. Сегодня, да, видим, огорожен. Вход в здание временно организован через опасные, до устранения опасности. То есть, они его не убирают и ждут, что пока он сам упадет. Либо пока у них вот тут машина починится. Так, утверждение об отсутствии чистки кровли и ограждений не обоснованы. Так как эта работа проводится не менее трех раз за зимний сезон. Последний раз плановая чистка была 4 февраля. Так она была или была запланирована? Но по техническим причинам, в процессе уборки, вышла из строя автовышка. У нее сломался стаканчик. То есть, они уже начали работать на крыше, и он просто сломался. Поэтому выполнение работ было перенесено на 7 февраля. Ну, это совпадение, да. Четвертого они собирались почистить. На следующий день на нас чуть снег не упал, и на маленькую девочку. И они решили еще два дня подождать, пока у них машина не починится. И зная все это, вот они за день до обрушения снега, они знали, что еще три дня машина не приедет, и они не выставляли ограждение. А как только я видео заснял, сразу выставили. Так, сигнальная лента растянута постоянно по периметру здания. Кроме того, на фасаде установлены предупреждающие таблички с целью предупреждения пешеходов и автомобилистов о нахождении на безопасном расстоянии от края кровли. Ну, сигнальная лента, она не везде размещена, не со всех сторон. Спасибо за неравнодушие и оперативность, готовы ответить на любые вопросы по этому случаю и в последующем. Заместитель директора по общим вопросам Галеева Елена Васильевна. Так, телефон указан, ну и тут же я задал недавно вопросы, ждем ответа, пока молчат, хотя онлайн. Ну и сегодня я съездил к самой библиотеке, вот они, видим ограждение, не со всех сторон. То есть вот здесь, под крышей, опасная ситуация. Сюда, конечно, они оградили, молодцы. Очень странно видеть памятник Пушкину, весь обвязанный сигнальной лентой. Здесь, я не знаю, то ли ветром выдуло табличку, что вход справа, то ли нет. В общем, нету, видно, да, следы, кто-то ходит вокруг, кто-то подходит к памятнику. Снег на крыше до сих пор присутствует. Лавина опасной ситуации сохраняется. Ну, естественно, я решил не заходить в здание, просто обойти его со всех сторон. Дело в том, что у этого здания, вот видим табличку, вход в библиотеку справа. Снежками прикрепили. Как видим, снег никто не убирал, хотя говорили, что почистят. Но зато дорожки прочистили. Таблички есть на здании, но они издалека не читаются. То есть их невозможно вот из-за ограждения, вот отсюда, с этого расстояния, прочитать. И почему ограждено, в принципе, непонятно, пока на верх не посмотришь. Крыша здания специально сделана, я не знаю, специально или нет, вот кто архитектор. Вот почему так сделали, под 45 градусов. Почему не рассчитали падение снега? На севере же живем. И получается вот здесь тоже опасная ситуация. Здесь вообще нет никаких ограждений, никаких предупреждений, ни табличек, ничего не видно. Я так понял, вход они вот сюда перенесли, центральный. Вот сюда, посередине. Но опять же, тут никаких ограждений, снег сверху есть на крыше. Лавинная ситуация сохраняется. Вот большая шапка лежит. Напомню, сейчас в Тургуте минус один, то есть весь этот снег мокрый и, возможно, вместе со льдом. Пока я снимал, из центрального входа вот этого, возможно, меня заметили, вышла женщина. Она позже подойдет ко мне, она не представилась. Но разговор у нас с ней получился очень интересный. Видел, да, какие шапки висят. Все это может обрушиться и на машины, и на людей, и на детей, которые рядом ходят. Я позже покажу, что вокруг очень много садиков и школ. Ну, я к женщине не подходил, и я никого не беспокоил. Она сама ко мне подошла. Смотрим. Что же, Антон Николаевич, не отреагировали на наше сообщение? Здравствуйте. Вконтакте. Почему не отреагировали? Мы вам ответили, а вы молчок. А вы кто? А я работаю в библиотеке и сопровождаю соцсети, поэтому ваше письмо как раз таки и попало. Вы Елена? Нет, Елена Васильевна это заместитель директора. Поэтому я просто к тому, что если вас продолжает интересовать этот вопрос, может быть вам с ней и стоит встретиться, конечно. Да смысла не вижу, я смотрю, огородили все, все нормально. Вот единственное, только крышу не почистили. Лавина опасная. Елена Васильевна написала, что в прошлый раз, позавчера, машину эвакуатором просто отсюда забирали. У нее сломался стаканчик. То есть они уже начали работать на крыше, и он просто сломался. Так, и что? И это значит, что пускай снег сыпется на голову жителям? Нет, естественно нет. Дело только в том, что теперь, видимо, у них есть какая-то очередность. Я не думаю, что этих машин, которые убирают вот эти вот крыши, они ежедневно могут приезжать. Я так думаю, я не знаю. Машина сломалась, но есть же в интернете множество предложений от этих, ну, которые вот машины с этими, с подъемниками. Вы же понимаете, что мы муниципальные учреждения культуры, мы можем работать только с определенным. Так, и что, они четыре дня ремонтировались? Нет, мне кажется, вы слишком пристрасны. Ну, извините меня, девочку чуть не присыпало. Ладно, я здоровый. Я еще, может, пережил бы такой снегопад. Я как раз была в это время в вестибюле. И, честно говоря, снег упал в метре, скажем так. Как? Мне показалось, что в метре отъезд. В метре? Да. То есть в метр это не опасно, да? Да никто не говорит, что не опасно. Я к тому говорю, что слава богу, что... Да, слава богу, конечно. У нее сломался стаканчик. То есть они уже начали работать на крыше, и он просто сломался. Ну, понятно, но я просто к тому, что мне кажется, что вы как-то вот особенно оказались пристрастны именно к библиотеке. Я думаю, у нас в городе еще немало таких мест, которые... Конечно, немало. Но я вот столкнулся именно... Эта ситуация коснулась именно меня. Ясно, я думаю, что такого больше никогда не будет. Не будет? А вы не представитесь? Да, вы еще и писали. А зачем? Я не хочу, чтобы вы меня писали. Должны были меня спросить разрешение по закону. А я журналист, вы в курсе? Нет. Как нет? У журналистов распространяются все правила. В общественном месте я имею право снимать всех, кого пожелаю. Вот мое удостоверение журналисты, пожалуйста. Ну, здесь я с вами не согласна, но, впрочем, ничего особенного в этом нет. Просто получилось так, что мы оказались свидетелями с вами одного и того же события. Вот и сам. У нее сломался стаканчик. То есть они уже начали работать на крыше, и он просто сломался. Только вы были в здании под крышей, а я снаружи, под снегопадом. А вы как ходите? Тем же путем? Вы же видели, как я вышла из здания. Нет, а обычно. А обычно? Ну, обычно, конечно, через центральный. Но сейчас он закрыт в виду, то есть самая опасность, о которой вы заметили. То есть вы подвергаетесь такой же опасности? Знаете, я не стала бы преувеличивать вот эту всю ситуацию. Я работаю в библиотеке 15 лет. И впервые как-то вот это вот встретила. Впервые, да. На самом деле... То есть за 19 лет впервые снег упал с крыши? Да, при мне да. Впервые? При мне да. То есть мы живем на севере, где 9 месяцев в году у нас выпадает снег. И впервые за 19 лет снег упал с крыши? При мне. При вас. А вы 19 лет работаете? Я сказала 15. 15? У нее сломался стаканчик. То есть они уже начали работать на крыше, и он просто сломался. Ну, я для того и снимаю, чтобы таких недоразумений больше не было. Чтобы ограждались заранее, а не тогда, когда снег упадет на голову. Или в метре от девочки маленькой, понимаете? Все понятно. Снег-то мокрый, со льдом. Это не просто снег рыхлый. Вот такое упадет на голову, и шею свернет однозначно. Опасность была. И она до сих пор сохраняется. У вас крыша до сих пор не почищена. Вот сегодня какое число? Не подскажете? Пятое? Я думаю, шестое. Шестое? То есть завтра у вас этот подъемник починится, да? По-моему, Елена Васильевна именно так и написала. Вот. И то есть вы завтра будете чистить? То есть до завтрашнего дня ситуация опасная сохраняется. Вы же видели, что там загорожено. Ну там-то да, загорожено. А с других боков? Дети маленькие вокруг гуляют. Вот тут школа рядом. Или что это? Детский сад? Ой, ну вы преувеличиваете. Ну как преувеличиваете? Так, что тут у нас рядом находится? Вот она сама библиотека. Центральная городская библиотека имени Пушкина называется. Здесь у нас рядом центр детского творчества. Восьмая школа. Девятая школа. Спортивный комплекс. Детский сад. Еще один детский сад. Еще один детский сад. Вот здание администрации. Совсем рядом. Вокруг центральной библиотеки. Кто может ходить? Да никто. У нее сломался стаканчик. То есть они уже начали работать на крыше, и он просто сломался. Ой, ну вы преувеличиваете. Ну как преувеличиваете? Полы все тут гуляют. Если здесь полностью все перед горожей. Вы преувеличиваете. Да? То есть будем ждать пока кто-нибудь не пострадает, да? Типун вам на язык. Никто не пострадает. Все будет сделано вовремя. Так в том-то и дело, что я не жду. Я не жду, а действую. И предупреждаю всех. Через видео и через слова. Все, вам хорошего. До свидания. Вы так и не представились. У нее сломался стаканчик. То есть они уже начали работать на крыше, и он просто сломался. Интересно, откуда взялся весь этот снег высотой с машины? Даже выше. О, да, видим. Выше машин. Я предполагаю, что он упал именно с крыши. А как утверждает женщина, которая не представилась, снег вчера впервые с крыши упал при ней. А этот снег откуда взялся? С дороги насыпали? Через машину накидали? У нее сломался стаканчик. То есть они уже начали работать на крыше, и он просто сломался. Музыка. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok